Уважаемые товарищи, по многим темам мы поговорим, но основная тема – организация предвыборной кампании и проведение выборов в стране. Три недели, как стартовала эта избирательная кампания, но сегодня уже мы видим, что далеко не все кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кандидаты в кандидаты, еще не кандидаты в президенты. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. То, что в борьбе за симпатию населения не используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания – это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется. Но то, что сбор подписей этой кандидаты превратили в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали – это недопустимо. Допустить нарушение закона нельзя. Потом нам придется очень дорого за это заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон, и еще раз закон, он должен быть безукоризненно соблюден. Факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка – это абсолютно недопустимо и подлежит ответственности. Но ладно бы людям в погонах угрожают или провоцируют их. Но ведь угроза сегодня сыплется со всех сторон в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы. В адрес их семей со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора и председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы, это уголовное нарушение и преследуются по уголовному праву. Нам всем понятно, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию. Не они это придумывают, есть хозяева, которые платят деньги, они исполнители. Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые не исключено захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. И чему тут удивляться? Чего так все удивляются? Ах, як Лукашенко откажет! Ответ будет один. Вы прекрасно понимаете. Мы имеем дело с так называемыми «современными» предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили, мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве. Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они будут задействовать в повышении своего рейтинга? Не создаст ли это дополнительные угрозы? Демократия демократии, но беспредела быть не должно и не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, в Западной Европе, как супердемократичные государства, которые, кстати, нас поучали демократии, как они обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требует Конституция и закон. Сегодня я хотел бы услышать вашу оценку складывающейся обстановки и предложение по укреплению стабильности с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса. Еще раз хочу подчеркнуть, нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку спокойно ходить по своей земле, а родителям, как это всегда было во всех наших городах, спокойно, не просто ходить по земле, а с маленькими дедишками за руку в любое время дня и суток и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам этого не стоило.